Хочу сделать обзор по щеткам для шлифовки сложного профиля, наподобие вельвета. Вот сложный профиль, вот такой, покажу участок, старый, грязный, покрыт лаком, чем-то еще покрыт, какими-то непонятными пропитками, ему, ну, наверное, около 10 лет, если не больше, убирается очень плохо. Когда падает на пол, превращается практически в пластилин. Вся эта пыль, которая упала, она скатывается в шарики и превращается в пластилин. Если ходить по дому, то прилипает так сильно к полу, что потом, наверное, отмыть будет очень трудно. Вот, приходится сразу же убирать, чтобы потом не оставалось вот таких вот пятен. Для того, чтобы самим понять, как это оно, работать со сложным деревом, покрытым очень сложными какими-то веществами, мы вот взяли наши щетки и стали их тестировать. Вот, многие щетки себя показали с хорошей стороны, выявились как достоинства, так и недостатки. Например, если взять щетку нашу фирменную, вот, универсальную, с очень плотной набивкой, с шириной обработки ее где-то 4,5-5-6 см, то эта щетка не может провалиться хорошо в профиль. Она ее отталкивает, ей сложно работать. Брали чашечные щетки, работали чашечными. Чашечными получается очень долго. Приходится работать вот кромкой, боковой, еле-еле цепляют, такие они попадают в эти сложные, сложный профиль и очень-очень сложно выбирают. Брали щетки наши со сверх длинным волокном, 30-35 см. Эти щетки проникают куда угодно, они проходят хорошо, но они не очень мягко грибут. Они, может быть, подойдут для финишной обработки, но они грибут очень мягко. Остальные наши щетки чашечные, со стандартной, с удлиненной, с повышенной плотностью набивки, волокна 12 см, 10 см, они тоже берут очень мягко и пойдут для финишной обработки. Наши щетки большие, вот, например, они с большим диаметром, 200-200 см с лишним и с шириной обработки. Они тоже, их отбрасывает от стены, не получается надавить хорошо на стену. Также мы пробовали металлические наши щетки, тоже большие, с большой шириной обработки, универсальные щетки, пушистые, всякие разные щетки. Мы пробовали и машинку Интерскол пробовали, нашу фирменную щетку для Интерскол машинки, вот, и другие щетки, но мы остановились на нашей фирменной щетке с удлиненным волокном и с диаметром 150-160 мм. Я хотел показать, как эта щетка работает. Она работает лучше, чем все остальные щетки, именно на сложной поверхности, наподобие вельвета. Она лучше всего и быстрее всего убирает. У нее волокно длинное, оно специально сделано разряженным, на определенном расстоянии, бьет она пучками и снимает очень хорошо. Попробую снять, мне придется снимать, держать машинку одной рукой, но попробую снять, как она работает одной рукой. Второй рукой буду снимать. Попробую снять, работаю одной рукой. Работал я, держал машинку одной рукой, работать очень трудно. Но вот если работать двумя руками, то машинка работает очень быстро, работает быстрее, чем чашечная щетка, быстрее, чем всякие разные разновидности роликовых щеток наших экспериментальных. Из всех щеток, которые мы пробовали, победила щетка наша универсальная, специальная щетка. Мы, наверное, будем ее позиционировать как щетку именно для вот таких сложных поверхностей, как вельвет и так далее. И сложных в обработке, гладких, скользких, обработанных лаками, какими-то маслами сильно, которые скользят и не дают работать простым щеткам. Чашечная щетка себе покажала хорошо, чашечные щетки, но наша щетка оказалась лучше. Я попробую работать одной рукой, держать машинку. Не очень удобно, но попробую, чтобы показать, как она работает, вот одной рукой нет. Попробую. Погналатно будет, вот покажет. Погналатно будет, вот покажет.